доброе утро дорогие друзья как меня слышно как меня видно надеюсь что меня и слышно хорошо видно хорошо и сегодня у нас будет урок как написано в торе как мы говорим шма израэль сидя дома и находясь в дороге будешь повторять слова эти сидя дома и находясь в дороге ложась и встава вот сейчас нас будет прям классика урок находясь в дороге потому что я сейчас еду я как это часто бывает с человеком не рассчитал свой план вернее я свой план рассчитал отлично на всевышний унес поправки да знаете как человек предполагает а бог располагает и так как я планировал сейчас сидеть в красивом офисе провести урок а потом у меня в 10.30 начинается встреча но все пошло не по плану и я сейчас только нахожусь в пути часа 10.01 а написано я приеду в 10.19 только доеду до места и поэтому я подумал что важнее остановиться я опоздаю на встречу не провести урок невозможно тора важнее всего и особенно тора когда нас учится обычно больше ста человека а в день этот урок смотрит несколько тысяч человек то тоже нельзя отменить поэтому я решил что будем проводить сегодня урок находясь в дороге сидя дома и находясь в дороге все значит проводим находясь в дороге значит ходы что всем хорошего месяца начался месяц и луны тут все по расписанию тут все по расписанию в солнце луна звезды все двигается чётенько по расписанию ничего не сбивается всевышний как запрограммировал систему так она и идет единственное что что от нас с вами зависит да какие-то нюансы например засуха это от нас с вами зависит тут все же сказал так будете соблюдать заповеди дам дожди земле в срок не будете соблюдать заповеди значит дождя не будет то есть уже вот такие нюансы как погода дожди засуха голод эпидемия это все уже мы с вами можем регулировать своим поведением но солнце звезды луна месяц и луль все все это наступило вовремя месяц и луль вовремя а приеду вовремя на место или нет это уже зависит от множества факторов в основном от людей может движение такого вот пробочка намечается да хорошо значит мы месяц и луль будем заниматься шевой давайте разберемся сегодня будет урок посвященный чуве чего это переводится возвращение или на русле переводят это слово раскаяние и давайте поймем как работает это раскаяние вот например у меня был в голове план приехать вовремя на место проведения у меня переговоры очень важные переговоры которые уже это уже завершающий этап и я спланировал что я в 10 утра я приеду туда проведу урок и в 10 30 у нас начнутся переговоры потому что все участники этой встречи тоже они так запланировали свою жизнь что 10 30 них записано в юманах дневниках в их что есть встреча теперь смотрите что получается человек у себя в голове вначале рисует какой-то процесс и этот процесс это уже не первый шаг это следствие следствие чего намерение и желание то есть у меня есть намерение что-то сделать потом на это намерение появляется план потом этот план оговаривается и корректируется другими людьми и потом этот план надо надо выполнить и он или выполняется или не выполняется теперь что такое раскаяние всевышний так сделал что есть действия которые называются заповеди то что он сказал делать и он сказал если вы будете делать заповеди будет вам за них награда этого метод честно заработать награду вам не будет легко сказал всевышний вам будет тяжело соблюдать эти заповеди это награда огромная награда это вечная жизнь награда это благополучие здесь вам не будет легко то есть должно быть честно но но сказал всевышний награда велика теперь есть действия которые запрещено делать и наоборот вам будет хотеться их делать вам будет приятно и делать вам будет от этого удовольствия ваша внутренняя то что называется слоя начала я царара будет вам показывать что преступление лучше чем заповеди у вас будет внутри такой фильм который вы сами себе будете показывать что преступление приятно что лениться приятно что отдыхать приятно что не делать приятно и так далее но в честной борьбе вы можете победить и заработать себе вечную жизнь это всевышний нам дал такую такую игру теперь дальше дальше ну каждый как как в обычной игре люди идут футбол играть все хотят выиграть одна команда выигрывает тара проигрывает люди участвуют соревнованиях то же самое иногда получается иногда нет теперь человек играет и какие-то заповеди он не выполняет одну не выполнил вторую не выполнил 3 не выполнил какие-то преступления он нарушает одно не выполнил 2 не выполнил 3 не выполнил нарушил 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 теперь что делает всевышний всевышний нам говорит я вас люблю я хочу вам дать награду вся вся весь этот мир для того чтобы вам дать награду я подожду он говорит я подожду каждый год у вас есть возможность обнулять баллы и значит это обнуление баллов специальный период это роша шана начинается как бы каждый год мы начинаем новый уровень игры старт старт гейм каждый год роша шана старт гейм и значит начало игры и потом 10 дней вы можете подкорректировать правила по которому будете играть в этом году вернее не правило площадку дамы выбрать сложность маршрута с этого года называется это 10 дней раскаяния потом йомки пур все начинается новый цикл а месяц и луль для умных людей те кто ходят на уроки платформы воикра месяц и луль вы можете к этому подготовиться знаете есть там спортсмены без разминки начинают играть не размялся травмировался есть люди которые едут на переговоры не готовы они не готовились а есть которые готовились думали узнавали и так далее вот месяц и луль это месяц когда умные люди готовятся к вот этому вот принципиально важному дню роша шана теперь еще состоит подготовка первый этап подготовки это диагностика как в коучинге в начале ты должен точно знать где ты находишься человек приходит врачу перед доктор что-то я себя не очень чувствую что-то вот у меня как-то так все ну вот не ухота он спрашивает доктора что хочешь ты хочу себя чувствовать хорошо что значит хорошо ты объясни насколько хорошо ты хочешь хочу пробежать марафон и подняться на эверест в этом году доктор говорит это это другое дело если ты хочешь просто год провести на диване это одно если ты хочешь подняться на эверест и пробежать марафон это другое Но в любом случае, значит, хороший доктор скажет, в начале анализа, диагностика, мы должны проверить, где ты сейчас находишься, какой у тебя анализ крови, демоглобин, там всякие вот эти штуки. То же самое месяц и лунь. Берем листик и себя спрашиваем, сколько времени в прошлом году я уделял изучению Торы, чтобы понять, что Всевышний от меня хочет. Сколько часов? По 20 минут в день на Ваикре. Отлично. Значит, 20 минут в день это 100 часов за год. Отлично, 100 часов я потратил. А сколько я в интернете сидел, в фейсбуке? Давайте-ка посмотрим. Два часа, 100 часов в месяц. Так, понятно, да? Дальше. Сколько я сделал заповедей? Сколько я денег дал на цдаку? Сколько я раз вставал, молился? Сколько раз я сделал доброе дело? Все, сделали диагноз. Смотрим. Мало. Мало я уделял времени заповедям, мало я уделял времени изучению Торы. Тогда Всевышний говорит, смотри, если ты не выполнял повелевающие заповеди, тогда достаточно сделать шву и тебе все, я прощаю. А что значит все прощаю? Это значит, что ты, значит, говоришь, все, я извиняюсь, вслух надо сказать. Я в этом году собираюсь намного-намного больше уделять внимания изучению Торы и соблюдению заповедей. И Всевышний говорит, все, прощаю, достаточно мне. Если он повелевающие заповеди не выполнял, и он понял, осознал и принял решение выполнять, сразу ему прощается. Никакое на нем нету преступления. Награду я ему не могу дать, конечно, за то, что он не выполнял. Все, проехали, он не выполнил работу. Мог выполнить, но не выполнил в прошлом году. Но никакого преступления, как бы, нету проблемы. Теперь, значит, а что, как быть с нарушениями? Он же прям конкретно нарушил волю царя. Волю царя он нарушил, как он мог вообще? Ему царь сказал, там, это не ешь. Царь сказал, быть спокойным, не гневаться. Царь сказал, а он нарушил. Здесь должна быть сильная тшува, сильное раскаяние. То есть нужно очень сожалеть о том, что ты нарушал волю царя. И что? И когда ты сожалеешь, что ты нарушал волю царя, после этого нужно еще и принять на себе решение больше не нарушать. И дождаться Йом-Кипура. Йом-Кипур стирает большинство таких преступлений, большинство нарушений. Это как стиральная машина. Не ешь, не пьешь, день молишься в синагоге, просишь Всевышнего, прости, прости, прости. Там есть ведуй. Ведуй, ведуй, ведуй. Значит, все, ведуй это исповедь. Там за Йом-Кипур мы говорим исповедь, я не помню сколько раз, но пять молитв в Йом-Кипур и говорим по нескольку раз. Значит, все, Всевышний говорит, в Йом-Кипур прощаю. Теперь дальше. Но есть такие преступления, которые прям Всевышний в Торе сказал, за вот это он прям предупредил. Есть 30, по-моему, два преступления, за которые Всевышний сказал, корет, искореняется эта душа из мира. Или здесь умирает, или душа отрезается от источника душ. То есть есть там такие преступления, преступления. Это Всевышний сказал так. Если ты искренне, по-настоящему раскаялся, по-настоящему, тогда Йом-Кипур останавливает на тебя наказание и какое-то страдание искупает. То есть тут ты там, где-то ты пострадал, искупил. Тоже Всевышний предусмотрел процесс прощения. Есть самые страшные преступления, которым, если человек раскаялся и полностью действительно раскаялся, и Всевышний читает сердца, и он точно больше никогда это не повторит, тогда ему это все держится, 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 пока он жив. И когда он умер, прощается ему, и он все равно идет там в рай и в вечную жизнь. Вот такая вот система от швы. Не-не-не, вот это вот очень интересная вещь. Ирина задает очень интересный вопрос. Вот я сейчас как раз ехал с сыном, и я ему говорю, смотри, Всевышний взаимоотношения между мной и им он прощает. Это он сказал делать, это царь и я. И он, ну, Всевышний любит нас, он прощает. Но люди, люди нет, люди это отдельно. Поэтому, поэтому, если человек вас не прощает, и вы его реально обидели, или вы кого-то не прощаете, то Всевышний не может простить, пока местой человек не простил. Поэтому это намного более серьезные преступления, более опасные и более сложные. Что же делать? Что же делать? Нужно, прежде всего, процесс раскаяния должен быть. Только здесь нужно вслух попросить прощения у того, кого вы обидели. И нужно попросить это один раз, второй раз, третий раз. Если три раза вы искренне попросили прощения, а он не простил человек, тогда, тогда, значит, он жестокий человек. Вы искренне, Всевышний знает, что вы искренне просили прощения. И я, насколько я знаю, что прощается. Тогда прощается вам. Если вы три раза просили, он не простил, значит, то прощается. Но обычно человек, если вы три раза попросили искренне прощения, он должен простить. Теперь, а вопрос другой. Если вы на кого-то обиделись, ему не прощается. Ему не прощается. Ему не прощается. Но тут есть нюанс. Я вам скажу, какой нюанс. Значит, есть такой момент, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Допустим, кто-то вас обидел, и вы обидели кого-то. Значит, вы обидели кого-то, и кто-то вас обидел. Теперь на небе смотрят. Ну, смотрят, как же он поступит-то. Теперь вы говорите, не, я его не прощу, Всевышний, накажи его, накажи его, значит, прям по самой строгой оценочке. Дай ему прямо, чтобы он прям понял, как нельзя таких, как я, обижать. В это время, если вы сделали кому-то то же самое, или что-то похожее, а очень сложно жить и никого не обидеть, то получается, что вы себе установили меру наказания. И это очень опасно. Я вам скажу, это не просто опасно, это очень опасно. Поэтому я вам советую, лично советую от себя, прощать. То есть выгоднее прощать, намного это выгоднее. Просто по-простому, сейчас, если мы смотрим, то это выгодно. Сейчас, сейчас, мне нужно найти, куда я приехал, и я не понимаю, куда я приехал, как мне заехать. Секундочку, вот, я чуть-чуть не туда повернул, потому что это очень важный был момент, важное место. Значит, смотрите еще раз. Значит, во Всевышний, он весь мир судит. Это факт. То есть все в этом мире, все мы видим, все идет прямо, процессы налажены. Теперь, как лично каждому из нас поступать, это каждый должен задуматься. Для этого у нас есть месяц Илуль, месяц вот этот, в котором мы находимся. 30 дней идет подготовка к Рошашана. И вот мы сейчас готовимся, именно мы конкретно готовимся к Рошашана. И мы конкретно вот сейчас должны месяц в этом разбираться. То есть в конкретный случай вы задаете, каким-то одному уравину спросили, другому уравину спросили, третьему спросили. Посмотрели в книгах, мы будем изучать разные книги. И получается, вы думаете, так, смотри, если я сейчас прощаю я им или не прощаю? Кэн, Кэн. Сейчас, секундочку. Кэн, Кэн. Прощаю я или не прощаю, это мой выбор. Что с ним будет, это выбор Всевышнего. Поэтому тут каждый должен всю эту ситуацию, весь месяц Илуль, вот поэтому же я и говорю. Весь месяц Илуль мы разбираемся, мы пытаемся себе сделать, как бы, хешбон нефеш, это просчитать себя. И для себя решить, надо ли нам обижаться на других людей, носить себе обиду, или не надо. Хорошо мне от того, что я буду на него обижаться, или нехорошо. Мотаем, что шим и шевам. То есть здесь вот как раз месяц нам и дан до Рошашаны для того, чтобы в этом вопросе разобраться. Теперь, какие книги на этот счет написаны? Есть книга, которая называется «Шарейд Шува. Ворота раскаяния». Надо эту книгу поискать, посмотреть. Есть много на этот счет книг, можно посоветоваться. У нас будет целый месяц, мы будем на эту тему разговаривать. И, значит, с Божьей помощью мы разберемся, кого прощать. Я считаю, что выгодно простить. Но сказать так, что Всевышний, я его прощаю, это твой мир. Как ты будешь с ним, решай сам, это же мир Всевышнего. У Всевышнего есть очень много, очень много, то есть он же знает конкретно, что было, как было. Вот на меня, например, один человек сейчас обиделся, да? Один человек на меня сейчас обиделся. Я уверен, ну, на тысячу процентов, что я ему не делал ничего плохого. Но я знаю на миллион процентов, что он просто ошибся и неправильно интерпретировал какое-то мое слово, поведение и так далее. Теперь, если этот человек обижается на меня, например, а Всевышний, он же знает, что я не виноват. Он реально знает, что я вообще вот просто ноль, я хотел только добро этому человеку. Тогда получается, что тот человек, который на меня сейчас обижается, кому он делает хуже? Себе. Он обвиняет невиновного. Я не виновен в этой ситуации. Он, значит, злится, сам страдает. Он на меня, там, может еще кому-то что-то плохое сказать. Попал, человек попал. Понятно, да? Другая ситуация. Если я, например, кого-то обидел, то я должен извиниться. Это факт. И лучше на всякий случай. То есть, если я здесь в позиции того, на кого обижаются, то мне в любом случае выгодно извиниться, сказать не обижайся. Даже если я случайно кому-то принес страдания, то, ну, извините, я не хотел. Да, я, ну, реально, то есть, мы в этот мир приходим в одиночку, в одиночку уходим. Люди вокруг, это, ну, это для нас, для каждого из нас, люди вокруг, это, это тренинг, это такой, тоже игра, можно сказать, полигон, насколько мы в состоянии выстроить с ними отношения, насколько мы в состоянии хорошо себя чувствовать и так далее. То есть, это все, самая тяжелая работа, это семейные отношения, близкие отношения, дети, родители, это вообще самое тяжелое, это просто минное поле, на котором легче всего ошибиться, легче всего сделать что-то такое тяжелое. Но, но, но. И там же самая большая радость и награда, человек получает самое большое удовольствие от хороших отношений с женой, с детьми, с родителями. То есть, там, где большая награда, там большое, большое усилие надо прилагать. Вот так вот. Поэтому, давайте, давайте будем разбираться. Будем разбираться. Месяц у нас есть на то, чтобы не на эмоциях, а на рациональном, своем, спокойном выборе сесть и просмотреть прошлый год, просмотреть свои поступки, просмотреть свои отношения. И, когда мы это сделаем, у нас есть возможность, главное, делать это на рациональном, спокойном, спокойном таком вот интеллекте, без всяких эмоций, без обид, без зла. Сесть спокойненько. Вот, главное, посчитать пульс. Так, пульс 60. Значит, я спокоен. Все, я спокоен. Что для меня лучше? Как я хочу прожить свой год будущий? Что я жду от Всевышнего? Что я хочу дать людям? Как я хочу усилиться в заповедях? Как я хочу усилить свою связь со Всевышним? Главное, на полном спокойствии. Вот я конкретно вам говорю. Значит, пульс 60. Только тогда надо делать этот хиш-бон-эхиш. Потому что человек, который на эмоциях, на каких-то обидах и так далее, он неадекватный. Я знаю, что большинство из нас в жизни переживали ситуации, когда мы были на каких-то эмоциональных взрывах и потом жалели. Все, ручечка, листик. Как, знаете, как бухгалтерия такая. Только бухгалтерия, нужно просчитать свою душу. Где я по отношению к Всевышнему? Где я по отношению к людям? Не их судить, а и себя не судить, а разобраться. Искренне, конкретно, честно разобраться в себе. И все, что можно исправить, исправить. У нас есть месяц. И, значит, будет, чтобы у всех был хороший год. Начиная с этого месяца, все желают друг другу. Я вам желаю, чтобы вас записали и запечатали в самой лучшей книге. Раньше была метафора, что приговор, который выносится человеку, это книга. Ну, потому что был способ записи информации только книг. Сейчас мы знаем, что это не книга, это файл. Это как блокчейн такой. Я желаю, чтобы каждому из нас на будущий год дали классный файл. Такой хорошей очень запись в карме, назовем, в Союзе называют карма. Чтобы был год здоровья, год благополучия, год спокойствия, год любви, год гармонии, год прекрасных отношений с собой в первую очередь. Вначале нужно наладить внутренний мир. С близкими, потом с близкими наладит. И потом будет мир во всем мире, это следствие. Мир во всем мире, это следствие мира в душе каждого из нас. Все, всем хорошей недели, хорошего месяца и мира в душе. Ноя Ходорковская особенно. Желаю вам хороших, хорошего, всего хорошего, чтобы у вас было здесь в Израиле. Все, счастливо всем, всем удачи и успехов. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.